Так, давайте разберёмся, эти игрушки барахлянде или нет, ммм? Вместе с вами. Привет, дружочки-пирожочки, я, товарищ Сафронов, ищу для вас интересные игрушки, приколюшки, трачу свои деньги, чтобы вы не тратили на всякую ерунду или потратили на что-нибудь хорошее. В общем, у нас с вами сотрудничество, вы лайк ставите. Начнём мы с такой вот штучки сегодня. Первая вещица, которая будет у нас сегодня в обзоре, это вот такой вот. Слушай, Lost Kitties, что с тобой стало? Эй, по-моему, котята-потерята немного изменились и стали похожи на няшную русалочку, которая гладит русалокота. Русалокот, русалокот, вот такой вот. Короче, это милые русалки, масса для лепки, сто, пять, ой, сколько, сто, 138 рублей стоило, 138 рублей. Давайте посмотрим, что тебя представляет. Ну, коробку они явно взяли у Lost Kitties, котята-потерята. С массой для лепкой. О, да и, по-моему, и концепцию тоже они взяли. Потворите-ка. Точно. Здесь как будто уже распакованы Lost Kitties, вот эти вот, которые я показывал неоднократно. Куча обзоров. И лайк, если помните Lost Kitties, конечно же, и вы, если хотите, ещё увидеть их на канале. Так. О, это как улька русалки, видимо. Так, знаете, такая плавала, плавала. Вам сюрприз. Они просто в коробку из-под Lost Kitties, видимо, отработаны, уже разместили вот это. Так, мне нужен нож. Мой, помож. Ножик-поможек. Так, и я вижу ногу, погоди. Её нога там. Так. О, масса для лепки. Будет масса, видимо, грязи под ногтями. А я после этого... Так. О, боже, русалку там просто смял. Видимо, её какой-то кракен съел. И всё-таки, да, я был прав. Ну, и вот внутри, что мы получаем. Вот она, реально русалка. Ой, а это что? Это ракушка. Вот. В какушке была ракушка. Так. И русалка. Давай, рыбёха, выбер... Выглядит она не очень. Как будто она... Знаете ли... Как будто она бы, по-моему, у неё была вечеринка, по-моему, у Посейдона. Очень-очень какая... А что с ней? А, она покрасилась! Прикиньте, она покрасилась! У неё... Её кожа синюшная стала из-за пластилина! Вы серьёзно, ребята? Кто это сделал? Вы серьёзно? Посмотрите, что у нас произошло. У нас покрасилась русалка. Она стала синяя-присиняя. Как сливка какая-то. Трэш. Какая фигурка-то прикольная. Но вы испортили её сами. Вы испортили... Да и кота здесь нету. И единорога никакого нету. Я посмотрел. Ладно. Это мы поняли. В общем, если хотите синюю русалку, надо такую брать. Милые русалки. Вот такие. Дальше, друзья мои. У меня следующая тут и находочка. Помните... Прыск. Прыск. П-Р-С-К. Конструктор. Лего Майнкрафт. Ну, здесь не такой большой набор, а вот такой вот маленький. И, соответственно, мне хочется посмотреть. Мне понравился по качеству. Может быть, он хороший будет и сейчас. Так что Соби Рамбо готово. У меня собиратель был Ваня, поэтому вы будете так оценивать. Смотрите, что в 6 лет можно было собрать этот конструктор. И так у нас получилось. Тут вот такая вот, смотрите, штучка. Здесь ведёрко. Есть здесь фигурка лягушки. Факел, цветочки, какие-то баночки, скляночки. Дальше. Тут есть лиса, по-моему, да? Лев. Это лев. Мини-лев. Ну, окей. Мне кажется, что это... Я всё знаю про Майнкрафт. Да, спасибо. Это лев. Ну, хорошо. Такой лев. Хотя они наверняка напишут. Ты потом можешь прочитать в комментариях. А это деревенский житель. А это деревенский житель с хлыстом. По всей видимости, он хлещет о львах. Или хлещет лягушку. Дрессированная лягушка. Понял, это набор с дрессированной лягушкой и львом. Ну, вот такой по логике. Нет, нет. Это удочка. А, всё, я... Всё неправильно, понял. Это удочка. А этот ждёт, когда рыбу выловят. То есть, я понял, в пруду и так далее. Ну, что ж, детали вполне себе ничего. Стоил этот конструктор всего ничего. За конструктор Майнкрафт 118 рублей. Это прямо очень хорошо. И тут мы получаем 3, считайте, фигурки. И немножко деталей, которые собрались, и выглядят здорово. Посмотрите, деревенский житель выглядит круто, да? А, кстати, а в Майнкрафте нет лягушки? В Майнкрафте... А, ну, нет. Они, по-моему, там есть какие-то странные. Там их как-то добавляют ещё. Ну, в общем, да. Интересный факт. В моде, да, может быть. Но, в общем, это да, это лягушка в Майнкрафте. Уникальный набор с лягушкой. Короче, вот такой с деревенским странным жителем, с розовыми руками. Но детали сами по себе неплохого качества. И дешёвенько, главное, дешёвенько всё это. Вот, но, как бы, неплохого качества, но сильно уступает Лего. Ладно, ладно. Мы дальше переходим и смотрим следующий, да, элемент. Это у нас немножечко... Давайте мы с вами немножечко подудим. Мистер Дудец. Потому что у меня здесь вот такой вот... Это... Дудец. За 87 рублей. Понимаете? Вот почти столько же, сколько стоит Майнкрафт, стоит дудка. Хотите купить дудку? А что она может делать? Игрушка, между прочим, музыкальная. Называется труба. Вот. Игрушка музыкальная труба. Такая вот упаковка. И это стоило 87 рублей. Ту-ру-ру. Не работает. Made in China. Всё сделано из очень плохого пластика. Я даже боюсь прикасаться губами. Можно порезаться везде просто. Ну, что ж. Ради теста, ради контрольной закупочки. Итак. О, боже. Это было очень... Подожди, нужно протереть вначале. Чтобы дать тебе, потому что я не знаю, с какого завода. Я-то, ладно, как бы... Незаменимых людей не бывает, а незаменимых товарищей Вани... Ну, бывает. Не получается. Это какая-то странная дудка, в которую просто дышишь, и непонятный звук. Это просто выкинутые деньги. Плюс она сделана очень плохо. Возможно, воздух выходит. Ну, воздух выходит, наверное, из головы создателя этой трубки. Потому что почему она такая? Это очень плохо. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь следующее. Может быть, что-нибудь повеселее, поинтереснее, поприкольнее. И это будет у нас... Игрушка Робозавр. 138 рублей тоже. Смотрите, как совпало. 138 рублей. Целый Робозавр. О, какой. О, какой Робозавр. Он выглядит круто, как какой-то скритчер, вичер, мичер. Вот эти вот все. Он выглядит действительно здорово. У нас такой вот синий еще. У него такие робоклешни какие-то, роборуки. И сверху пушка. Это погонщики динозавров. Или как-то, как-то назывался такой мультфильм. Я помню, или просто про роботов-динозавров. Короче, это как монстр в кубе. Только не в кубе, не монстр. Но боевой динозавр тоже. Так. И сверху вот это вот. Ну, смотрите, у нас тут колесики есть. Во. И здесь колесико. И пушка нажимается вот так. И делает. Вы думаете, что это? Она стреляет так? Нет. Он едет. Мы нажимаем. И теперь... И теперь он едет. Причем он едет довольно, я думаю, долго. Смотрите. Сюда поехал. И все. Мощи не хватило. Что такое? Так. А сюда? Нет, я думал, что долго. Но все равно едет. Короче, его не нужно отводить назад. Вот так вот не надо делать. Он не так тоже едет, если мы просто его так вот покатим. Но так он... Бау, бау. Короче, забавный. Их еще есть разных, этих роботов-динозавров. И, в общем, 138 рублей. Ой, он такой милаха еще, если вот так смотреть. Не-не. Так, давайте посмотрим на последнюю вещицу, которая сегодня есть. Вот это вот. Это последняя вещица. И я вам, кстати, покажу кое-что, что я вам обещал. Так что дождитесь, что вы хотели, ждали, просили, ожидали. Итак, у нас тут царевна-лягушка. Называется лягушка-царевна. Прямо так и называется. Это вот такая вот штуковина, игрушка-сюрприз отчасти. 80 рублей она стоила. Посмотрите. The Frog to Prince. Prince. То есть, это принц-лягушка. Принц-лягушка. У нас царевна-лягушка, а в всяких там иностранных штуках это принц-лягушка есть история. До 35 градусов воды нужно налить. Вот сюда наливаем. Тыры-пыры. Давайте посмотрим. И я вам кое-что обещаю еще показать сегодня в выпуске, что вы попросили. Вот, давайте открываем. Банка. Тут, смотрите, уже лягушка сразу в баночке. Какая она забавная. Она такая вот. И тут есть что? Какой-то клапаночек. Тут есть какая-то штука непонятная. И есть какая-то резинка, заглушка. И вот это вот все. Сейчас посмотрим. Оба. Так. И сюда в эту банку, по идее, надо залить. Все. Сейчас зальем. Посмотрим. Тут, смотрите, какая штуковина. У нас эта банка, она прямо-таки очень такая сложная. Потому что здесь крышка не снимается. Ее можно только сломать. Но снять не получится. И закрываем вот этой вот пипочкой крышечку. И еще воду можно остальную туда долить. Через дырочку можно накрыть. И теперь, смотрите, она начала немножечко облизать эта лягушка. Из нее выходить воздух. Должно пройти аж 72 часа. Я посмотрел здесь 72 часа. И тогда вырастет принц. Так что ждем, ждем, ждем. И я никуда не собираюсь, не тороплюсь. Вы не пропустите. Нажмите колокольчик. И подтвердите все уведомления. Если вы этого не сделали, то сделайте это прямо сейчас. Потому что YouTube не показывает новые видео тем, кто этого не сделал. И я, как и обещал, вот для тех зрителей, которые сделают, пожалуйста, смотрите, что у нас случилось с травянчиком. Вы просили, получили. Вот травянчик вырос просто вот от воды. Я думал, я столько много, я туда налил травки, насыпал травки и налил воды, что ничего не вырастет. А все выросло. Вот у меня он стоял немножечко около окна. И видите, трава полезла вся туда. Продолжим. Кошечкам, наверное, можно дать, чтобы они пообгрызали эту травку. Обычно для них такую высаживают. Ну, а это ждите видос, как вырастет наш принц через 72 часа. Ну, точнее, через несколько дней. Увидите ролик во следующей барахляндии. И вот такие дела. В общем, сегодня у нас были принц, лягушка, который пока еще... Но я его не показал до конца, но зато показал до конца теперь травянчика. Была русалка синяя, которая посинела, и от нее не отмоется. Вот этот пластик уже пропитался. Была дудка, которая не дудка. И был вот такой вот у нас динозавр. И еще Майнкрафт набор прыск. Сегодняшний выпуск барахляндии. Лайк. Побольше будет различных обзоров. На этом все. Пока-пока. Да? Кстати, тут две лягушки. Вот раз, а вот два. Точно. Сегодня лягушечный выпуск. Пока. Пост скрипт. У меня все убирал со стола и заметил, как в тот же момент в этой болотистой зеленой муте жижи появился маленький принц. В прямом смысле он маленький и он принц. Вон он. Так что теперь мы будем ждать его взросления, роста акций принца. Какие-то там ошметки. Посмотрите, как это мерзко выглядит. Но прикольно тем самым.